Друзья, продолжаем. Уважаемые посетители портала Good Game, сегодня мы берем интервью у меня, а ведет его Евгения Гусева. Евгения, что вы хотели у меня спросить? Я хотела сначала сказать, что мы продолжаем серию интервью, которую берем на StreamFest, первый выпуск фестиваля замечательного. И мы сейчас пообщаемся с Кириллом, который скрывается под одним интересным нитминемом. Он сейчас его скажет, а вы его все скоренько узнаете. Представьте. Да, в общем, я Росбрейн, посетитель Good Game достаточно долгое время, на которое пришел с Reps.ru и играю в старую мертвую игру Bруд War, в которую играют еще порядка, может быть, тысячи человек по всему миру всего лишь. И поддерживаю портал Good Game, насколько могу. Да, ты очень регулярно донатишь не только на турниры по Warcraft, вы знаете, Росбрейн Капы, но и стримерам. В частности, вот я очень часто слышу, что ты донатишь Михаилу, и причем это делаешь со всякими такими своими троллячьими целями. Или у тебя другие цели, а все их неправильно понимают? Вот как понимать тебя периодически, что Миша тебя всегда банит? Это у тебя цель такая, Мишу затролить, и чтобы он тебя забанил каждый раз? На самом деле просто интересно генерировать эмоции. И у тех людей, у которых они генерируются, как, например, Михаил, то есть просто зайти на стрим и там напакостить, это достаточно неинтересная цель. А вот предложить Мише спор, чтобы его разрывало между двух выборов. Или, например, что-нибудь там написать провокационное, что он должен забанить, но он как-то морально не может себе это позволить. То есть вот этот выбор, создание выбора у человека, это достаточно интересная моя задача, которая потом на стриме вываливается в кучу эмоций, хотя есть и противники таких методов. А что касается Rosebrain Cup, это случайно у тебя возникла идея? Причем нет, ты не только спонсируешь Rosebrain Cup, ты еще и спонсируешь у нас чемпионат по турнир по Харстоуну, который идет уже второй год, получается у нас. Он летом прошлого года начался, уже как бы перевалил второй год. Какова была твоя цель? Опять же, ты хотел какие-то эмоции вызвать или тебе нравится наблюдать за соревнованиями, нравится их мотивировать? Нет, видишь, это можно увидеть, например, в интервью совсем олдскульных организаторов, как у Дилвиша. То есть мы все, я, Миша и даже Дилвиш, мы все выросли на том, что мы любим игры. Нам нравятся игры, вот мы этим живем. Когда-то мы там были игроками, я там в Брудвогр играл, Миша в Warcraft 3 играл, Дилвиш во второй Warcraft и в Брудвор тоже играл. Какой-то момент мы как бы стали организаторами, то есть организовали турниры и Миша, и я, вот. Какой-то момент количество усилий, которые ты закладываешь в организацию, они уже мешают тебе играть. То есть ты переквалифицируешься в организатора. Да, ты там что-то еще умеешь, но как бы учитывая, что остальные игроки растут, твой уровень от среднего несоизмеримо падает. Но ты как бы делаешь вещи как хороший организатор. Если пойти дальше, то, ну, я, к сожалению, я как бы жил большую часть жизни во Владивостоке, и организовать турниры по-хорошему там было достаточно сложно, потому что нормальное время это где-то там 19, 20, 21 час, соответственно, 2, 3, 4 часа ночи, ну, проведешь 1, 2 после десятка, это уже очень тяжело. И я как бы пошел по стопам обычной, скажем так, обычной карьеры, да, она не связана со стримом, с киберспортом, но учитывая, что мне это все равно интересно, и есть возможности, ну, вот я поддерживаю киберспорт таким образом. При этом, ну, у меня есть некие критерии, которые мне незачем публично афишировать, потому что я не являюсь каким-нибудь там фондом или меценатом, которые, в принципе, эти критерии увязываются в адекватность, как турнир будет проведен. То есть если я уверен, что организатор, да, может с этим справиться, то я с удовольствием ему, там, могу его поддержать, чтобы у него был. И мне этим нравится платформа GoodGamer, что у организатора есть и какой-то фикс его, как оклад, что это его мотивирует, есть, соответственно, пул для выплаты призовых, и если организатор способен это произвести, то почему бы и нет? Вот, потому что после того, как мы начали организовать серию Hearthstone Cup'ов на GoodGamer и серию Rusbrain Cup'ов, кроме того, на Team Liquid'е мы делали турнир по Брудвору, мне, в принципе, писали некоторые люди, вот, давай там еще организуем, давай еще организуем. Я старался всегда открыто к таким людям, как бы, по крайней мере, насколько я помню, я каждому отвечал, но к каждому я подходил издалека, как бы, а какой у тебя план, там, какой сценарий. И, к сожалению, для себя я выяснил, что процентов 90 людей, это просто, ну, вот, главное пул собрать, там, миллион долларов, ну, а дальше как-нибудь сложится. Ну, наверное, это... Из всего, что я делал, я скажу так, что так не работает, к сожалению. То есть, если у человека есть четкий план, то ему без разницы, он может хороший турнир организовать и за штуку баксов, и за полмиллиона, это будет зависеть только от масштаба. То есть, понятное дело, что за штуку у него будет, ну, максимум, такой зал, за полмиллиона он там, может быть, соберет какой-нибудь, как в Корее, да, какую-нибудь огромную аудиторию, там, 50 тысяч человек или как интернешнл. Но это неважно. Если у человека нет плана, и он как-то не способен что-то организовать, то, ну, эти деньги просто сгорят в никуда. Вот, поэтому я сразу же хочу, может быть, извиниться перед такими людьми, которые посчитали, что, а, ну, как бы, все понятно с этим человеком. Ну, ребят, если нет плана, то это как обычный бизнес-план. То есть, вы приходите, как на работу приходите. Вы приходите к работодателю, вы пытаетесь себя продать. Если зацепок нет, ну, извините, такова жизнь. Как бы, кроме меня есть еще куча людей, которые оценят ваш талант. Вот, но, тем не менее, как бы, я надеюсь, что это не последний турнир, который я поддерживаю. Пока, повторюсь, такие возможности есть, поэтому я вот по своей части стараюсь поддерживать интересные мне вещи. Тем более, дополним, что, несмотря на то, что это была твоя идея организовывать эти турниры, план такой примерный мы тебе все-таки выдали, как положено. Да, да, то есть с этого и началось. Я Мише предложил, сказал, что вот такая идея есть, но нужно понимать, как это будет идти. То есть, я потому что понимаю, что я не могу на Мишу нагрузить. Мне хотелось, чтобы он и стримил, потому что мне интересно его смотреть. При этом я понимаю, что если он будет стримить и организовывать, уже что-то пойдет не так. Там может стрим упасть, может сетка упасть. И поэтому я сразу же у Миши спрашивал, вот на примере первого гудгейма, есть кто-нибудь, кто может за организацию взять? Ну, тогда он еще посоветовал Морозова. В принципе, мне как зрителю все понравилось. Если там была какая-то техника, что-то не так, то я уверен, что игроки и те, кто лучше меня разбирается в Варкрафте и в кулуарах гудгейма, они посоветовали, как действовать там. И как бы к третьему турниру уж точно все сделали правильно. Разошлись. А еще такой вопрос. Вот ты несколько месяцев назад стал отцом. Удивиляя, я такая, о, надо же. Вот как ты думаешь, ты позволишь своему сыну с раннего возраста интересоваться компьютерными играми, потому что они очень быстро растут и очень быстро начинают вот этой всей картинкой, тем более папа, наверное, поигрывает, да? И как бы ты ему разрешишь интересоваться? Если да, то с какого возраста? И вообще, как ты считаешь, игры — это зло или игры — это дополнительный мотиватор и это механизм, который поможет, наоборот, ребенку развиваться? Я, в принципе, считаю, что развитие через запретительные меры — это зло. Это, во-первых, сказать игры — это зло, но я помню из уроков истории, если я правильно помню, пятый класс, там игры есть у пещерных людей были, нормально к этому подходили. Я не сторонник запретительных мер, я сторонник некой диверсификации. То есть если там мой сын упрется, например, только в айфоны, какие-нибудь там мобильные игры, и не будет знать, что такое шахматы, потому что вот все, ну, это не совсем хорошо. И физического развития нет, и глаза, в конце концов, он посадит. А если ему будет интересно и то, и то, и то, да пожалуйста. Ну, то есть как бы я абсолютно лояльно, открыто к этому подхожу. А что касается твоего первой части вопроса, по поводу того, что стал отцом, ну да, это... Ура, я отец! И, ребята, вы знаете, вот когда мы там на стриме ля-ля-ля, и вот нам там 100 человек из чата сказали, о, какой ты молодец, еще так классно все провел, такой молодец это мотивирует. С маленьким ребенком тут другая тема. То есть ты, ну, наверное, месяц, ну сколько, наверное, месяцев два он улыбнулся первый раз. До первой отдачи, ну, это просто текучка, которая поглощает очень много времени. Да-да-да, там смени памперс, все дела, и это все по кругу. Ну, например, жену это очень сильно выматывает, потому что, понятное дело, что она больше с ребенком, а я все-таки как бы работаю. Но когда появляется первая отдача, то есть когда тебе ребенок там не рандомно, а в ответ улыбается, это очень мотивирует. Вот. Ну, в принципе, могу сказать, что да, это достаточно сильно меняет график, но ребенок это хороший повод там пересмотреть свои привычки. Я вот, например, встаю теперь в пять, а ложусь в восемь или в девять, и мне хорошо живется. Но на игры, правда, времени не очень не хватает. Именно, и все Мишины стримы ты теперь пропускаешь, я так понимаю, да? Ну, нет, не все, некоторые начинают в пять. Можно смотреть, записи можно смотреть. Да, запись, запись всегда можно смотреть. Ну, дело такое, то есть, и в конце концов, моя поддержка никуда не делась от этого. Было бы желание. А вот я, как главный редактор сайта, чувствую себя ущемленной в плане того, что люди сейчас все переметнулись на стримы и мало нас читают, мало читают наши новости, статьи, хотя мы очень стараемся, прогрессируем, работаем над этим. Ты читаешь что-нибудь на Гудгейме? Я тебе так скажу, вот после рождения ребенка я читаю больше, чем смотрю стримы. И я помню из рассказов, например, папиных, когда телевидение пошло в массы, там где-то конец 60-х, все говорили, что вот, телевидение, это наше все, все остальное. А в каком-то фильме, по-моему, обыграно, да, что там кинотеатры пропадут, будь газеты, да, книги, все остальное, ну, нет, все есть, как бы везде своя ниша. И мне мобильник, на самом деле, с мобильника там прочитать новость удобнее, чем смотреть стрим. Потому что стрим ты все равно должен смотреть от точки до точки, как новость. А в новости, ну, например, хорошая у вас рубрика, это, ну, там последние новинки обсуждаются, какие-нибудь введения в законах, как оно? Короткой строкой. Да, короткой строкой. То есть ты можешь сразу проскролить несколько секций, которые тебе интересно прочитать вдумчиво, а остальные так по диагонали, ну, ознакомился как бы отлично. Вот. Это можно делать в тексте, в стриме так невозможно. Хорошо, спасибо, поддержал. Давай теперь поговорим о мероприятии. Ты вот сегодня приехал из-за города, из дома отдыха, да, где вы отдыхаете. Можно спрятаться подальше от жары, можно на бережку полежать. А ты приехал вот по жаре в Москву, чтобы посетить это мероприятие. Почему? И тебе понравилось здесь? Окупились твои, так сказать, мучения, да? Ну, я ехал в машине с кондером, поэтому как бы жара мне пофиг. Ну, я просто приехал пообщаться со знакомыми людьми, которых на самом деле для меня лично осталось не так много, с которыми я лично знаком. Опять-таки повторюсь, потому что играю в мертвую игру, и у нас там достаточно лимитированная коммунити. Конкретно мне нужно было обсудить пару вопросов с Мишей. И, в принципе, я здесь увидел двоих человек, которых старых знакомых еще с Брудвора, с которыми мне было очень приятно пообщаться. И, в принципе, да, достаточно приятная атмосфера. У меня как бы... Были вещи, которые я для себя так намотал на ус. Это полезное мероприятие, по крайней мере, я так скажу, что, ну, когда я только начинал работать по своей теме, там, по страхованию, ездил на конференции, мне казалось, что вот идти на какую-то конференцию, на какую-то лекцию, да, на какую-то дискуссионную панель – это ерунда. Что вот достаточно там за столик переговоров сесть и рассказывать, что «I am very good insurance company in the world», «best of the best» и так далее. Но в какой-то момент приходишь же к тому, что тебе нужно поделиться чужими мнениями. То есть твоей одной головы не хватает для решения каких-то проблем. То есть ты там бьешься над какой-то задачей, а у другого человека, у него уже есть решение, он говорит, что за баян тут, тут вот так. Ты такой, о. И ты, может быть, сделаешь не так, как он сказал, но его мысль тебя натолкнет на отличное решение. И я уверен, что стримеры вот на таких встречах, они для себя подчеркнут очень многое. Я, конечно, меньше для себя подчеркну, потому что я не стримлю. Но, тем не менее, мне как бы тоже интересно смотреть, интересно задать вопросы, выслушать других. Ну, в общем, я очень хорошо провожу время. Мне нравится. Отлично. А какой у тебя любимый смайлик на Good Game? Извини, что перескакиваю, просто вот такой родился в мыслях вопрос. Смайлик на Good Game какой любимый? Смайлик. Да, они все хорошие. Я как-то не выделяюсь. У меня, в принципе, есть все смайлики, учитывая донат. Но я даже платные смайлики не особо использую. Сложно сказать. Многим нравится там Пека, все постят Пеку, но я часто текстовые смайлики ставлю по старинке, как из 90-х. У меня нормально. Хорошо. Ну, в заключении скажи пару слов, что-нибудь веселенькое. А то ты такой серьезный парень выступил. Скажи, что-нибудь веселенькое, Good Game в заключении. Там приветики передай. Передаю всем пример. Что я сказал? Ерунду сказал. Передаю всем привет. И напоминаю, что Флэш просто сущий макротиран. Я не понимаю, зачем он вызвался за ничью. Там туреток было штук 20, как бы мог бы порубить всех интерсепторов. Спасибо. Спасибо, что поддержал микрофон. Спасибо. Продолжение следует...